В эфире новости Анапа. Регион. В студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Сделать так, чтобы наш город был комфортным для проживания людей разных национальностей. Город социальной стабильности. На комиссии по вопросам межнациональных отношений подведены итоги опроса. Погода позволила. Сделали с опережением срока на месяц. Памяти павших во имя живых. В сквере боевой славы идут работы по реконструкции мемориального комплекса. Гостиница площадью около 2000 квадратных метров. На объекте работают две единицы техники. Работы по демонтажу продолжаются. Гостиница под снос. В Витязево демонтируют четырехэтажный самострой. Начнем с главного. Юрий Поляков принял участие в работе форума «Комплексное развитие городов современной России». Масштабное мероприятие в краевой столице объединило депутатов Государственной думы, глав регионов Южного и Северокавказского федеральных округов, а также представителей более 50 городов. Форум прошел по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта и администрации Краснодарского края. Подробности в нашем материале. Старт форуму дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он поблагодарил организаторов за выбор Краснодара местом его проведения. Здесь хотят жить, здесь хотят работать, здесь хотят растить своих детей. Наша задача создать максимально комфортные условия для жизни. Сделать приобретение жилья доступным, это тоже очень важно, в сегодняшних условиях. Ну и, конечно, здесь поддержку нам не национальные проекты, в том числе проект «Жилье и городская среда» – это одно из приоритетных направлений сегодня развития нашего края, потому что этот проект, конечно, помогает сделать наши города, станицы, поселки более комфортными. Программа форума началась с установочной сессии, посвященной вопросам увеличения объемов жилищного строительства и реализации федеральных проектов благоустройства. Участники обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться как малым городам, так и мегаполисам. Юрий Поляков поднял важный для нашего города вопрос. Курорт нуждается в федеральной поддержке для развития инженерной инфраструктуры на земельных участках для жилищного строительства. И здесь глава Анапы нашел поддержку. Эта ситуация сегодня беспокоит многих. Дороги, свет, газ, связь. Как мы будем строить жилье, которое не будет ни к чему подключено. Не будет в нем социальной инфраструктуры. Все эти вопросы будут сегодня подниматься на пленарке, и мы их обсуждали с мэром и в предварительном порядке. Города должны находиться в процессе постоянного движения вперед. В этом году в Анапе будет сделан капремонт 19 многоквартирных домов. В них отремонтируют крыши и внутридомовые инженерные сети. Заменят лифтовое оборудование. На курорте продолжится реализация проекта формирования современной городской среды. В прошлом году было благоустроено 6 дворовых и одна общественная территория. Объем вложений 69 миллионов рублей. Мы увидели, что наши жители, наши люди очень довольны. В начале восприняли как-то так, с непониманием. Но когда они увидели финал всего этого, много было благодарности, много говорили. И сегодня, на 19-й год, наш муниципалитет продал заявки еще на 4 территории. Сумма проекта в районе 50 миллионов. То есть эти проекты будут в 19-м году тоже воплощены в жизнь. Мы в 20-м году подадим проекты, которые тоже будем воплощать в жизнь. Потому что единственный путь при дворовых территориях – навести идеальный порядок и для людей создать комфорт. Потому что все, что делается, все равно мы это делаем для наших граждан. По итогам форума «Комплексное развитие городов в современной России» будет сформулирован ряд предложений, которые направят в правительство, администрацию президента и Госдуму. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. Анапа – город межнационального согласия и социальной стабильности. Такие итоги опроса были озвучены накануне в администрации на заседании комиссии по вопросам межнациональных отношений. В исследовании приняли участие студенты средних и высших учебных заведений, районное казачье общество, а также руководители общественных и национально-культурных объединений. Наш материал. В опросе приняли участие студенты филиалов Сочинского и Московского педагогического университетов, медицинского колледжа и других учебных заведений. Как показало социологическое исследование, проблем с межнациональными отношениями в Анапе нет. Во многом благодаря воспитанию любви к родине и уважению к другим нациям. В городе-курорте ежегодно проходят сотни мероприятий. В них принимает участие районное казачество, представители армянской и греческой диаспор. В школах организованы творческие коллективы, где дети изучают танцы и песни других народов. Созданы условия для изучения родных языков, традиций и обычаев народов, населяющих город Куроконава. Развивается система казачьего образования и воспитания. Открыта на сегодняшний момент одна казачья школа в селе Юровка. Готовим мы материалы для открытия еще одной казачьей школы. Ежегодно набираются новые первоклассники в казачьи классы. В каждом казачьем классе есть казах на стране. Работа ведется и в режиме онлайн. Сейчас интернет – основной источник информации. Управление по делам молодежи запустило проекты «Голубая линия» и «Одна история об Анапе». В социальной сети создали тематическую группу. Участники и поисковые организации будут собирать в ней фото и видео о Великой Отечественной войне на Таманском полуострове. По итогам проекта будет сделан фильм на основе этих материалов. Однако не весь контент в интернете полезен. Роскомнадзор регулярно блокирует запрещенные сайты и ссылки. Ведется ежедневно мониторинг интернет-ресурсов на предмет выявления материалов предположительно экстремистского характера. Выгодные ссылки направляются для блокировки Роскомнадзора России, а также Министерства образования и экономической политики края и правоохранительных органов. Так, по итогам 2018 года было выявлено 197 ссылок. По факту повторного мониторинга 37 было заблокировано. Анапа – многонациональный город. Здесь проживают представители 80 народов. За 9 лет население увеличилось почти на треть из-за роста мигрантов. Очень важно, что международными у нас сохраняется уважительное отношение, соседское, добропорядочное. И также важно относиться по-доброму к нашим гостям, которых мы принимаем с вами несколько миллионов за курортный наш сезон. Сегодня важнейшая задача, которую нам с вами предстоит решить, и она решается, это сделать так, чтобы наш город был комфортным для проживания людей разных национальностей, и, конечно же, именно для анапчан, для тех людей, которые живут постоянно на этой земле. И глава города, и вся команда главы проводит, я не побоюсь этого слова, поистине беспрецедентную работу. В Анапе строится пять детских садов, садики Лазурный и Орленок будут сданы уже в этом году. Началось строительство дополнительного корпуса в школе номер 6, а в районе Алексеевки появится новое, рассчитанное на тысячу мест. Идет масштабное озеленение города. Прошлой осенью в Анапе посадили более 700 деревьев. В селе Субсех появился новый сквер воинской славы. Традиционно в Анапе отмечают армянский праздник Хачкар, греческий Охи. Все это, безусловно, объединяет представителей всех национальностей. И сами торжества становятся по-настоящему народными. Все это, по мнению собравшихся, способствует гармонизации межнациональных отношений в городе-курорте. И работа в этом направлении будет продолжена. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Сквер боевой славы приобрел новый облик. Здесь заменили пилисталы и мемориальные плиты, которые установлены в память о героях. Отремонтирован и памятник воину-афганцу. Но на этом благоустройство не закончится. Подробности у Руслана Душевского. 16 новых постаментов с именами анапчан установлены у входа на Аллею Славы. Они увековечили память героев Советского Союза, России и полных кавалеров Орденов Славы. Во время рабочего обхода города в конце прошлого года Юрий Поляков обратил внимание на ненадлежащее состояние монументов. Многие из них начали разрушаться. И дал поручение восстановить мемориальные плиты. Мы демонтировали, звезды забрали, нашли бригаду мастеров, заказали камень, гранит, очень прочный камень. И в течение месяца камень шел, в течение недели-двух камень в цыках подготавливали, монтировали звезды, полировали. И в течение двух недель поставили. Погода позволила, у нас вообще эта установка планировалась на апрель-март, но погода позволила, сделали с опережением срока на месяц. Уже 15 февраля будет отмечаться 30-летие со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. К этому времени закончится реконструкция памятника воину-афганцу. Камень, на котором был установлен памятник, треснул, и было принято решение установить новое основание. Теперь этот гранитный валун весом более 6 тонн, как заверяют проектировщики, прослужит надежным фундаментом на много десятилетий. Администрация помогла найти камень, выделила людей. Естественно, под руководством наших ребят, которые афганцы, Юра Бычков, Сергей Николаевич Сталин, которые непосредственно присутствовали здесь, памятник приведен в то соответствие, которое даже устроила и Рысина, главный архитектор края, и общественность устроила. Ну, естественно, в самом первую очередь нас, афганцев, это устроило. На этом реконструкция сквера боевой славы не завершена. Сейчас по плану рядом с воином-афганцем появится еще один обелиск. На этой композиции планируется установить часть брони от боевой машины и сделать памятную надпись. А на входе в сквер башни, которые встречают посетителей, будут облицованы черным гранитным камнем. Руслан Душевский, Анапа, регион. Часть центральной набережной временно закрыта для прогулок. Сегодня здесь ведутся масштабные работы по укреплению грунта пешеходной зоны. На недавнем обходе набережной глава города Юрий Поляков дал поручение детально обследовать ее состояние. И, как выяснилось, не зря. После проливных дождей часть грунта вместе с тротуарной плиткой буквально поплыли в сторону обрыва. Сразу пять участков набережной коммунальные службы признали аварийными. Грунт просел вместе с тротуарной плиткой. Причиной этому стали непрекращающиеся дожди. Грунтовые воды размыли почву. Появилась угроза возникновения оползаня. Были приняты меры экстренные. Администрация разработала техническую документацию. И мы вот сейчас здесь производим укрепление тела набережной. То есть здесь забуриваются скважины до пяти метров. Ставятся арматурные каркасы. Все это завязывается, забетонируется. Ну и это будет служить на многие годы. То есть набережная будет стоять на месте. Несколько лет назад подобная ситуация возникла на набережной в районе санатория «Русь». Тогда специалисты подобным способом укрепили грунт. Методика оказалась весьма эффективной. Сейчас рабочие уже сделали два участка и подготовили их к укладке тротуарного покрытия. Сложность в том, что перед началом проведения работ под проблемными зонами необходимо демонтировать не только плитку, но и углубить участок на полметра. Старое основание приходится снимать тяжелой техникой. Как заверяют строители, проблем с восстановлением набережной нет. Все материалы завезены в полном объеме. Работы по укреплению берега планируется завершить к концу месяца. Руслан Душевский, Анапа, регион. Четырехэтажная гостиница в селе Витязева пошла под снос. Площадь этого самостроя превышает 2000 квадратных метров. Для того, чтобы демонтировать здание понадобилась тяжелая спецтехника. Но даже в этом случае на снос уйдет не один день. Ранним утром в проулок Кипарисовой, который находится в селе Витязева, зашла тяжелая спецтехника. Сносимый объект – незаконная гостиница. Здание не имело разрешительной документации, то есть по сути было самостроем и было возведено на арендованном земельном участке униципальной земли. После выявления нарушения администрация города обратилась в суд о демонтаже здания. Вердикт Фемиды – гостиницу снести. Решением Анапского городского суда в 2016 году был удовлетворен иск администрации муниципального образования города города Анапа о сносе капитального четырехэтажного здания. В настоящее время во взаимодействии краевого управления службы судебных птицов и администрации муниципального образования города города Анапа производятся работы по исполнению решения суда. Работы предстоит много. Для сноса этой четырехэтажной постройки, которая как-то расположилась на одной сотке, необходимо как минимум три дня. Под снос идет гостиница площадью около 2000 квадратных метров. На объекте работают две единицы техники. Работы по демонтажу продолжаются. Муниципальный контроль по поручению главы Анапы сегодня особое внимание уделяет ситуации по самострое. Незаконные объекты выявляются, материалы направляются в судебное производство. Практика последнего времени показывает, что в большинстве случаев капитальные строения идут под снос. Руслан Душевский, Анапа, Регион. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте, на про-регион.ру. А на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго. Непристегнутый человек при столкновении на скорости 80 км в час получает травмы, равносильные падению с восьмого этажа. Пристегнитесь. Это может спасти вашу жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова